Всем привет! Очередная игра для Symbian Touch, то есть как всегда на Nokia 5800 я показываю. Это всемирно известные кролики. Итак, начнем. Что из себя представляет экран? Игра, так же как и основная игра на DS или на Wii, она посвящена прежде всего... Видите, крики сохранились. Она посвящена кроликам и представляет из собой набор мини-игр. Итак, давайте начнем. Вот у нас есть 12 мини-игр. Они все разные. И давайте выберем какую-нибудь одну. Посмотрим что-нибудь. Вот давайте, например, вот это. У нас можно выбрать тоже разных кроликов. Все это зарабатывается за морковки во время игры. И самое главное в игре... Вот мультик какой-то определенный показывают. Самое главное в игре это, можно сказать, инновационный геймплей. Она управляется всего лишь одной кнопкой. Все время, которую надо либо зажимать, либо нажимать один раз. Ну, в общем, вы сейчас посмотрите. Мини-игр много. Они в основном построены на таймингах. То есть, в своевременном нажатии кнопки. Итак, вот пошло. Видите, летит ракета. Вверх. Когда я отпускаю ракету, она начинает, видите, болтаться туда-сюда. Вот я собираю морковки. Таким образом перемещаясь. И давайте, наверное, перейдем к какой-нибудь следующей мини-игре. Вот пародия на принца Персию. Тут, как говорится, надо будет повторять в чем-то действие принца. И так начинается. Как вы видите, мое действие это прыжки. Вот я перепрыгиваю через этот. Сейчас я сделаю, чтобы меня зарезали, наверное. И покажу, что тогда кролик умирает. Все тоскливо. Ну, в общем, что я могу сказать об игре. Давайте я покажу еще какой-нибудь один вариант. Не все мини-игры, конечно, интересны. И, в принципе, долго в них играть невозможно. Но это набор из целых 12 игр. Поэтому, вот, давайте прикупим какого-нибудь нового даже кролика. Потому что морковки я уже заработал. И набор из 12 мини-игр. Конечно же, ну, как я уже говорю, не все они интересны. Но, в принципе, обычно за одну просят деньги. А здесь 12 и где-нибудь повалять дурака в очереди, там, подождать или на поезде вполне можно. И некоторые игры действительно оригинальные и отличаются какими-то своими особенностями. Вот в этой игре, например, надо вовремя бить кролика по морде. Сейчас, вот, видите, сходятся желтые круги в красный. И когда они заходят внутрь, надо бить. Если же я не делаю этого, он мне ударяет. Значит, я проиграл. Ну, в общем, вы поняли, мини-игры, все как стандартно. Кролики, как всегда, захватывают мир. Всем пока.